Вы изучили правила шахматы и можете сыграть шахматную партию, но это, конечно, не делает вас гроссмейстером. Как же научиться играть сильнее? Что отделяет шахматистов высокого класса от любителей? Давайте посмотрим, какой силой становятся шахматные фигуры в руках мастера и как побеждают мастера шахматной игры. Итак, разберем партию. Белые начали эту партию ходом Е4, борясь за центр и открывая дорогу своим фигурам. Черные ответили С6, ход, который носит название «Защита каракан». Идея хода сыграть Д5 и атаковать центральную пешку белых. Белые ответили Д4, продолжая захватывать центр и открывая еще больше своих фигур. На этот ход черные ответили Д5, атакуя центральную пешку белых на Е4. Когда наши фигуры под боем, желательно предпринять меры, чтобы соперник не забрал их бесплатно. Размен фигур, например, пешка на пешку, тоже может быть неплохим вариантом защиты от атаки. Здесь, например, чтобы защитить пешку на Е4, белые могут подвинуть ее вперед на Е5. Они могут разменяться на Д5. Или защитить ее фигурой, как и было сыграно в партии. Конь С3. После размены на Е4, ДЕ, конь бьет Е4, черные забрали пешку белых, а белые взяли черную пешку и поставили своего коня на центральную стоянку. В партии черные ответили конь Д7, развивая ферзевого коня с идеей сыграть на следующем ходу конь ЖФ6, чтобы после конь бьет Ф6 побить коня белых своим конем и таким образом не испортить свою пешечную структуру. Недостатками хода конь Д7 можно назвать то, что белопольный слон черных на С8 перекрыт, а также король черных пока находится в центре доски, и до рокировки еще предстоит развить весь королевский фланг. Белые сыграли слон С4, развивая слона и приглядываясь к полю Ф7, самому слабому полю в начальной позиции, так как оно защищено только королем. Далее последовало конь ЖФ6, нападая на коня белых. Белые сыграли конь Ж5, уводя коня из-под боя и атакуя пешку Ф7. Здесь черным следовало играть Е6, преграждая слона белых и защищая таким образом пешку Ф7. Но черные забыли задать себе вопрос, что хочет сделать мой соперник на следующем ходу, и сыграли А6, атакуя коня на Ж5. Можете ли вы найти сильнейший ход белых в этой позиции? Это совсем несложно. Слон бьет Ф7, мат. Белые ставят мат королю черных, так как король не может побить слона на Ф7, который защищен конем на Ж5, и королю черных некуда уйти, так как он замурован своими собственными фигурами. В этой серии видео вы узнали много нового. Сейчас самое время еще раз повторить пройденный материал и переходить к следующей ступени шахматного совершенствования.